А теперь поговорим о Зиммеле. Годы жизни Зиммеля 1858-1918. Зиммель был не только социологом и даже далеко не только социологом. Он был и философом, и социальным психологом, и этиком, и экономистом. Его творчество отличается огромной широтой научных интересов. И одновременно многие исследователи Зиммеля совершенно справедливо указывают на разбросанность этих интересов. Его творчество носит не систематический характер, не строгий эссеистский стиль, характерен для его трудов. И отсюда и в значительной мере разнородность и противоречивость оценок его места в истории социологии. И Генрих Риккерт, известный немецкий философ, указывал на то, что, собственно, для Зиммеля характерен не столько характерен определенный метод, сколько определенный стиль. И стиль этот не так просто квалифицировать. И естественно, что немой рассказ тоже будет носить такой несколько сумбурный характер, потому что систематически высказываться о столь несистематическом мыслящем ученым довольно сложно. Для него характерен и одновременно не только трудно определить его научную специальность, но и трудно определить его направление, идентифицировать достаточно точно его мысли. Для него характерен эстетизм, мировоззрение, субъективизм, романтизм, аристократизм. Все это черты мировоззрения Зиммеля. И во всем, как отмечают исследователи, это относится и к его научному творчеству, и к его мировоззрению, во всем отсутствовала какая-то определенность и, в общем, какая-то идентичность во всем. Поэтому он даже не мог и религию себе подобрать как-то более-менее по вкусу однозначно. Потому что, будучи этническим евреем, он сначала принял протестантизм, потом перешел в католичество. И так он никак не мог найти себя и в этом смысле. Ну, человеком он был выдающимся и талантливым, и очень был популярнейшим в широких кругах, не только академических, но и в широкой публике. На его лекции сходилось, очень много приходило людей. И он был популярным автором и печатался во многих журналах такого популярного характера, в газетах. В частности, Ильюис Козар, известный американский социолог, посчитал, что из 180 статей, которые Зиммель опубликовал при жизни, вообще в журналах и газетах, только примерно треть была опубликована в научных, профессиональных изданиях, а две трети в газетах, художественных и литературных журналах. При этом Зиммель был очень плодовитым автором. Он опубликовал, в общем, при жизни примерно 25 книг. И сейчас издано 24-томное собрание сочинения Зиммеля под редакцией от Хайна Рамштегта, немецкого социолога, который к нам приезжал тут, который был деканом социологического факультета в Биллефельдском университете. Сейчас, правда, не знаю, он уже не декан, по-моему. Зиммель окончил Берлинский университет. В 81-м году он защитил докторскую диссертацию по философии о Канте. В 85-м году он стал приват-доцентом. Через 15 лет стал экстраординарным профессором, то есть внештатным профессором. И затем еще 15 лет был в этой должности внештатного, экстраординарного профессора, не получая за эту должность никакого жалования, кроме студенческих взносов за лекции. И только в 1914 году, за 4 года до смерти, он получил штатную должность профессора в Страсбургском университете, где он преподавал ряд дисциплин и логику, и этику, и философию религии, и философию искусства, и социальную психологию, и социологию. И он читал, кстати, один из первых курсов, если не самый первый в Германии по социологии. Ну, а то, что он так поздно, собственно, получил эту должность, несмотря на то, что за него хлопотал Макс Вебер, который был с ним дружен, это было связано с антисемитизмом в тогдашней Германии, которая, эта атмосфера в академической среде, препятствовала тому, чтобы он занял эту должность штатного, ординарного профессора, несмотря, повторяю, на свою известность и популярность, потому что Зимник был при жизни самым известным немецким социологом, и, наверное, одним из самых известных социологов и философов Европы. В России, кстати, он был широко известен и популярен. Его многие работы были в России переведены, изданы в 900-е годы, и даже в конце десятых годов, даже уже после Октябрьской революции, продолжали кое-что по инерции издавать. Вообще, принято в идейной эволюции Зиммеля выделять три периода. Первый период – это период натуралистического такого позитивизма, когда Зиммель находился под влиянием прежде всего социального дарвинизма, прежде всего, скорее всего, даже не социального дарвинизма, поскольку Спенсера, под влиянием механицизма и под влиянием вульгарного материализма. Второй период – это период неокантианский. В это время он сосредоточился на трактовке понятий формы и содержания в социологии. Кроме того, в этот же период он испытывает влияние Маркса, как и многие другие социологи. На рубеже 19-го, 20-го веков. В это время он интерпретирует, дает культурологическую интерпретацию понятия отчуждения, критикует капитализм и буржуазный образ жизни. И особенно, кстати, эта критика усиливается в третий период его творчества, который характеризуется скептицизмом, антирационализмом, антинатурализмом. В этот третий период Земель переходит на позиции философии жизни под влиянием Ницца и Бергсона. Из наиболее известных работ Земеля нужно назвать, прежде всего, о социальной дифференциации, работа 1890-го года. Кстати, было два перевода ее на русский язык, о социальной дифференциации. Причем, перевод второй был сделан известным философом Иваном Ильиным. Из других работ нужно назвать «Проблемы философии истории», работа, которая создана в кантианский период. «Философия денег», работа 1900-го года. Работа «Социология», исследование форм обобществления, работа 1908-го года. Ну а в третий период, период философии жизни, здесь нужно отметить, особенно, его книгу «Мировоззрение» 1918-го года. Я уже говорил про разбросанность научных интересов и стиле мышления Земеля. И в связи с этим я хочу еще отметить, вот что здесь я говорил о маргинализме многих классиков социологии. Так вот, Земель был маргинальной личностью в очень высокой степени, потому что, как уже ясно из того, что я говорил до сих пор. Творчество Земеля, как я уже сказал, я остановлюсь только на некоторых сторонах его творчества, потому что даже в социологии его сама тематика настолько широка, что трудно как-то это более-менее изложить, связанное его воззрение. Но, к счастью, кстати, я, вы, наверное, знаете, но я на всякий случай напомню, что у нас теперь есть в распоряжении двухтонник Земеля, к которому можно обращаться в зависимости от того, чем вы занимаетесь в данный момент. Потому что, повторяю, Земель внес вклад в самые разные области социологии. В частности, вот я, поскольку модой занимался, я давно еще когда-то читал его работы о моде, и хотя не совсем там можно согласиться, но несомненно, что Земель во всем, что он делал, оказывал стимулирующее такое влияние на развитие социологической мысли. В целом, надо сказать, что по Земелю социология, как наука, должна создаваться не так, как другие науки, путем выделения своего особого предмета, который не занят другими науками. Социология скорее по Земелю должна формироваться как особый метод, как особое видение внутри предметов других социальных наук. С точки зрения Земеля не может быть социологией, как всеохватывающей науки об обществе, так же, как не может быть всеохватывающей науки обо всем. Наука, такая наука, как социология, должна изучать скорее аспекты социальных явлений, чем какие-то социальные целостности. Поэтому по Земелю социология, это своего рода, он иногда уподобляет ее геометрии, иногда грамматики социальной жизни. И вот он, уподобляя социологию геометрии, писал, геометрическая абстракция исследует только пространственные формы тел, хотя эмпирически эти формы даны главным образом как формы определенного материального содержания. Точно так же, если общество рассматривается как взаимодействие между индивидами, описание формы этого взаимодействия является задачей науки об обществе в его строгом и наиболее существенном смысле. Или грамматика то же самое. Грамматика, изучающая формы языка, абстрагируясь от его содержания, тоже в этом смысле может рассматриваться как аналог социологии. Социология может рассматриваться как грамматика социальной жизни. Она так же, как грамматика отделяет чистые формы социальной жизни от содержаний. Поэтому социология по земелю должна выделять или вычленять в предметах отдельных социальных наук некоторую совокупность фактов и факторов, которые она превращает в собственный предмет. Что это за факты? Эти факты он называет чистые формы обобществления. Он использует термин фергезельшафтунг. Иногда это в англоязычной литературе называется ассоциацией, пишут ассоциации. «Восход» .......... ... Ну вот, Филиппов, Александр Филиппов переводит это как обобществление и это, Да, наверное, точно. Потому что, хотя у нас с термином обобщисления связаны совсем другие ассоциации, связанные с обобщислением собственности и так далее, но это и есть фергезель шахтунг, иногда это переводят как общение, чистые формы общения, иногда как чистые формы социации, что-то очень здорово, или как чистые формы обобщисления. Вот это окончание лунг вообще в немецком, насколько я понимаю, имеет процессуальный оттенок и всегда обозначает некий процесс. Так вот, земля интересует постоянный вопрос, как возможно общество и как каждый день люди своими действиями, своим поведением создают и воссоздают вот эти самые чистые формы обобщисления и они каждый день осуществляют вот этот фергезель шахтунг. Для земля общество это не столько уже существующее общество, сколько процесс. И вот социология изучает некие кристаллизации или объективации вот этого постоянного процесса фергезель шахтунг, то есть формы вот этого самого образования общества. Не знаю, достаточно ли я ясно выражаюсь, но земель подчеркивает именно вот этот момент. Вот по землю после выявления этих чистых форм обобщисления или общения или иногда взаимодействия, необходимо их упорядочить, упорядочивать, систематизировать, психологически обосновать и описать то, как происходит историческое изменение и развитие этих самых чистых форм общения или взаимодействия. Вот земель выделяет вот этот процесс применения социологического метода в разных социальных науках, выявление особых социологических закономерностей внутри их предметов земель называет общей социологией. Повторю, вот этот процесс выявления особых социологических закономерностей внутри предметов отдельных социальных наук. Процесс применения социологического метода в разных социальных науках он называет общей социологией. А описание и систематизацию чистых вот этих самых форм обобщисления он называет чистой или формальной социологией. Кроме того, он выделяет еще две философские социологические дисциплины в системе социологического знания. Это, во-первых, социологическая теория познания. Все это социологическая теория познания. Это одна из разновидностей так называемой философской социологии. Эта социологическая теория познания изучает условия, предпосылки и основные понятия социологического исследования. Условия, предпосылки и основные понятия социологического исследования. И вторая разновидность философской социологии – это социальная метафизика. Социальная метафизика, в ней исследование связывается с проблемами и понятиями, которые не возникают внутри опыта и непосредственного предметного знания. Ну, то, чем метафизика вообще занимается. Итак, система социального знания по земле включает в себя, во-первых, общую социологию. Во-вторых, формальную социологию или чистую социологию. И, в-третьих, философскую социологию, которая подразделяется на две разновидности – социологическую теорию познания и социальную метафизику. Теперь я остановлюсь на его формальной социологии, поскольку она наиболее значима в связи с нашими сюжетами. Вот понятие формы – это оно вообще важнейшее для земля в его этой самой чистой или формальной социологии. Под влиянием Канта, конечно, и неокантианства земель обратился к этому понятию. Земель задаётся вопросом, как определить форму. Форма лучше всего по тем задачам, которые она выполняет. И земель выделяет три такие задачи. Что делает форма? Вообще, форма, во-первых, связывает между собой несколько содержаний, так что они образуют единство. Во-вторых, когда эти содержания обретают форму, они отделяются от других содержаний. И, наконец, форма структурирует или упорядочивает содержания, она их определённым образом соотносит друг с другом. Что же делает форма в социологии? В социологии это противопоставление и сопоставление формы и содержания выступает как противопоставление и сопоставление исторически определённых результатов человеческих действий, стремлений, целей, потребностей индивидов. С одной стороны, и наиболее часто повторяющихся характерных для всех и всяких событий, явлений, структур взаимодействия, с другой стороны. Значит, с одной стороны, мы имеем дело с человеческими действиями, их результатами, стремлениями, целями, потребностями индивидов. Это своего рода содержание, а с другой стороны, имеют место структуры взаимодействия, характерные для всех исторических эпох, для всех обществ. И цель социологии состоит в том, чтобы посмотреть, как индивиды с их стремлениями, потребностями, целями и так далее, взаимодействуют между собой вот таким формализованным, упорядоченным, однозначным образом. Выявив чистые формы общения, выяснить, что они значат, как они возникли, как они развивались, исчезали и так далее. Земель не составил общей классификации или типологии социальных форм, но он исследовал ряд таких форм, которые он выделил из социальной реальности. О каких формах идет речь? Господство, подчинение, соперничество, разделение труда. Во всех обществах мы так или иначе сталкиваемся с подобными явлениями. Все эти формы воспроизводятся, наполняются разным содержанием в различных группах, в социальных организациях, которые тоже могут рассматриваться как формы. Например, в государстве, в религиозном сообществе, в группе заговорщиков, в семье, в экономической организации мы везде имеем дело с господством, подчинением, соперничеством и тому подобное. Вот образцы исследования таких вот форм составляют очерки, вошедшие в его книгу «Социология» 1908 года. В целом Земель составил своего рода типологию этих социальных форм, разделив их на социальные процессы, социальные типы и образцы развития. Все социальные формы делятся на социальные процессы, социальные типы и образцы развития. Социальные процессы это некие постоянные, не зависящие от конкретных обстоятельств явления. Такие я некоторые уже называл. Подчинение, господство, соревнования, примирение и тому подобное. И мода тоже относится к числу социальных процессов. Мода представляет собой одновременно результат стремления к подражанию и стремления к выражению своей индивидуальности. И надо сказать, что Зимель вслед за Спенсером впервые формулирует популярную до сих пор, хотя и далеко не бесспорную теорию, просачивание вниз, так называемую. Согласно которой мода объясняется тем, что высшие слои следуют неким стандартам, затем эти стандарты заимствуются низшими. И высшие элиты с тем, чтобы с целью подчеркнуть свое отличие от низших, устремляются за новыми образцами. Тогда и отказываются от этих просочившихся вниз образцов, затем низшие слои вновь подражают и усваивают эти высшие образцы. И так происходит постоянно, этим объясняется вроде бы процесс изменения в моде и модной инновации. Хотя повторяю, это не бесспорно, но я не хочу отвлекаться. Впервые Спенсера обратил, это сформулировал, ну а Зимель развил. Теперь второй тип. Это социальные типы. Вторая разновидность социальных форм это социальные типы. Социальные типы по Зимелю это некоторые характерные сущностные черты человека, который включен в определенные отношения. И сам Зимель исследовал вот такие социальные типы, которые бы в 19 веке назвали бы физиологическими такими очерками. Это тип циника, бедняк, аристократ, проститутка. Вот он описывает такие вот социальные типы, которые писатели когда-то описывали в жанре очерка. Ну и наконец образцы развития или модели развития. Это третья разновидность социальных форм. Это различные, все что происходит с групповыми образованиями. Например, расширение группы, усиление индивидуальности и так далее. Зимель рассматривал и другие социальные формы по другим основаниям. Например, обмен, подражание, формы связанные с поведением толпы и так далее. Наибольшая дистанция от содержания социальной жизни наблюдается по Зимелю в так называемых игровых формах. Что такое игровые формы социальной жизни? Это, например, политическая форма, которая пережила свое время и носит чисто такой декоративный характер. Например, монархия в случае, когда монарх царствует, но не правит. Это наука для науки или искусство для искусства. Особое значение по Зимелю имеет такая игровая форма, как свободное общение. Общение ради самого общения, которое люди собираются и общаются непонятно для чего. Они говорят о погоде, о каких-то пустяках, ничего не значащих. Но для них это чистая форма общения ради самого общения, без всякой другой цели. Надо сказать, что сам Зимель осознавал, что всю социальную жизнь к формальным таким элементам свести невозможно. Но ему удалось все же обнаружить ряд интересных моментов, благодаря вот такому подходу в самых разных областях социальной жизни. И поэтому, если брать эту чисто, это только одна сторона его творчества, если брать его формально-аналитическую, вот эту сторону, то он оказал, как и Теннис, влияние на работы известного социолога Леопольда фон Визе. Во Франции известный дюргемианец Селестен Бугле под его влиянием провел исследование кастового режима в Индии и влиянии уравнительных идей равенства на современную жизнь Европы и осуществил своего рода социально-антропологический такой сопоставительный анализ общества, основанного на идее неравенства и общества, основанного на идее равенства. Впоследствии, опять же, это было развито в работах известного антрополога Луи Дюмона, в его работах «Homo Hierarchicus» и «Homo Equalis» человек, иерархический человек равный. Это известная работа Дюмона, и он следует, в свою очередь, идеям Селестена Бугле. Здесь Зиммель был одним из предшественников символического интеракционизма, благодаря вот такому, такому подходу. Надо сказать, что отдельные работы Зиммеля продолжают оказывать влияние на сегодняшнюю социологию, и здесь нужно отметить, что, в частности, его работа о социальной дифференциации представляет собой важный вклад в понимание проблем и стратификации, и социальной дифференциации в целом. По Зиммелю социальные группы, которые взаимодействуют между собой, образуют социальный круг. Он тоже использует, как и Тёнис, это понятие. Социальный круг, в отличие от группы, характеризуется разнородностью интересов индивидов, которые в него входят. И вот, благодаря тому, что социальный круг образуется, эта разнородность ослабляется. Личность участвует в разных социальных кругах, и это создаёт многообразие личностных проявлений. Это способствует развитию индивидуальности, участия в разных социальных кругах. Очень важная тоже идея. Социальные институты. Вообще, Зиммель был, конечно же, социальным номиналистом. То есть, с его точки зрения, основа общества, отправной пункт формирования группы – это атомизированные индивиды. Ну, а социальные институты – это, своего рода, компромисс между разнообразными интересами, противоположными стремлениями, противоположными тенденциями. Социальный институт – это средство достижения каждой группы своих целей, вместе с удовлетворением потребностей других групп. И вот, в основе Зиммельевской идеи социальной дифференциации лежит идея Спенсера о структурной дифференциации и одновременной интеграции дифференцированных частей. И, что очень важно, Зиммель формулирует идею, согласно которой социальная дифференциация – это способ разрешения социального конфликта. Идея важная и сегодня для конфликтологии. Благодаря социальной дифференциации конфликт смягчается, и индивиды вместо того, чтобы конфликтовать, и группы вместо того, чтобы конфликтовать, просто дифференцируются. Универсальный социальный институт – это деньги. В своей работе «Философия денег» он анализирует с позиции философии культуры «Институт денег», которая возникает в результате взаимодействия индивидов и обмена товарами. Причина появления денег по Зиммелю – это расширение обмена, увеличение спроса, рост потока товаров. Это было известно и до него. Но то общее, что сосредоточивается в деньгах – это функция обмена. Деньги и интеллект по Зиммелю – это два фактора, которые образуют сущностное ядро современной культуры. Они одновременно дифференцируют и связывают различные элементы социокультурного мира. И в деньгах заключен принцип всеобщей рациональности. Философия культуры Зиммеля, которую он разрабатывает, кстати, на поздней стадии своей идейной эволюции, она исполнена, пронизана трагизмом и под влиянием философии жизни сформулирована была. Источник развития культуры по Зиммелю – это пульсация жизненной стихии, то, что он называет, которую невозможно определить рационально. Кстати, опять-таки, идеи Гумилёва, они в значительной мере воспроизводят идеи философии жизни Берксона и Зиммеля, и Шпенглера, конечно. По Зиммелю творчество, воплощенное в какой-либо завершенной, законченной форме, в каком-то культурном продукте, обязательно переходит с первоотчуждённого бытия. Усиление расхождения жизненных содержаний, с одной стороны, и культурных форм, которые претендуют на их воплощение, с другой стороны, приводит в конечном счёте к конфликту и гибели культуры, которая не способна вмещать изменяющееся содержание жизни. Вот суть конфликта современной культуры по Зиммелю в том, что растёт разрыв между объективной и субъективной культурами. Что он имеет в виду? Окружающие нас вещи, транспорт и так далее, то есть материальная такая сфера за последние сто лет, но это он в конце десятых годов пишет, всё это стало богаче, разнообразнее, но индивидуальная культура, по крайней мере в высших социальных слоях, наоборот, падает. Язык. Его возможности становятся шире, а реальный язык становится беднее. Машина становится умнее, чем работник. В науке используются неосознаваемые понятия. И всё это в конечном счёте уходит своими корнями в разделение труда. И во всём этом Зиммель видит основной конфликт и противоречие современной культуры. Надо, я уже говорил, что Зиммель был социальным номиналистом. Как он писал, общество – это главным образом обозначение множества индивидов, связанных взаимодействием. И его постоянно, как я уже сказал, волнует идея, как возможно общество. И общество, повторяю, это постоянный процесс, и вот этот термин об обществлении, он весьма характерен. Но я хочу заметить, что, вообще говоря, если бы наука постоянно задумывалась над вопросом, как возможно общество, то социология была бы невозможна, потому что наступал бы эффект сороконожки. Так же, как физик не мог бы изучать природу, если бы он постоянно задумывался над тем, как возможна природа. И социолог, в общем, в реальной исследовательской практике изучает общество как некую данность. И он не задумывается над тем, как каждый день, хотя, по сути, это так и есть, как каждый день люди создают и воссоздают своими действиями общество. Поэтому здесь, я думаю, Зимелевский такой подход, он позволяет просто задуматься над тем, что стоит за такими готовыми социальными формами, задумываться над тем, что это люди сами создают общественные формы. Но, с другой стороны, повторяю, это своего рода такая полезная процедура, которая заставляет понимать вот эти философские основания социальных форм. Но, если бы социолог постоянно думал, как создается и воссоздается общество, то он не мог бы изучать уже существующие общества, я думаю. Важно то, что Зимель разрабатывает и метод понимания, который сыграл важную тоже роль в развитии социологического знания. Сам метод понимания, прежде всего, разрабатывался первоначально Вильгельмом Дильтеем, тоже представителем философии жизни. Но для Дильтея понимание – это такая мистика-психологическая процедура улавливания, схватывания, интуитивно такого мистического. Ну а Зимель, а впоследствии Макс Вебера, о чём мы будем говорить, придаёт методу понимания более такой рациональный смысл. По Зимелю процедура понимания такова. Она проходит две ступени. Какая-либо деятельность по Зимелю понята тогда, когда психические процессы, которые вызвали определённое осознанное социальное действие, вызвали в исследователей ту же реакцию, что и в действующем лице. Значит, это, повторяю, какая-либо деятельность понята в том случае, когда психические процессы, которые вызвали определённое осознанное социальное действие, вызвали в исследователей ту же реакцию, что и в действующем лице. И вот эта первая ступень понимания, Зимель это подчёркивает, это понимание действия, а не понимание действующего лица. А вот вторая ступень понимания, это понимание мотивов и чувств самого действующего индивида. Вот это более высокая ступень понимания. И к ней, собственно, и нужно стремиться в исследовательской практике. К тому, чтобы исследовать и учесть субъективные аспекты социологического познания. Нужно отметить, что Зимель внёс большой вклад опять-таки в понимание общества как взаимодействие, как процессы взаимодействия между индивидами и группами. И здесь, как я уже сказал, он внёс большой вклад в становление и развитие символического интеракционизма. Вообще, надо сказать, что Зимель внёс вклад в самые разные области социологии. И в области общей социологической теории, и в отдельные отрасли социологического знания. В частности, в исследовании социальной дифференциации, социологии культуры, экономическую социологию и так далее. Поэтому в каждой области можно найти исследователю что-то полезное в его творчестве. Но при этом, конечно, многие упрекали Зимеля в отсутствии строгости, в разбросанности. Часто он туманен довольно. Во многом ошибочные его воззрения и спорные. Часто они носят такой необязательный характер. Но, и может быть, благодаря такой нестрогости они и оказывали столь стимулирующее воздействие. С Дюргеймом отношения у них были любопытные и сложные. Первоначально они сотрудничали, и Зимель даже опубликовал статью в его журнале, которая представляла собой часть из работы социальной дифференциации под названием «Как поддерживаются социальные формы» или «Как сохраняются социальные формы», где он подчеркивает, что социальные формы могут реагировать на внешние изменения двумя способами. Либо они могут становиться более гибкими, либо, наоборот, они затвердевают, окостеневают и таким образом противостоят внешним всякого рода воздействиям. Но впоследствии отношения между ними испортились. Да, и надо сказать, что это довольно редкий случай, потому что Дюргеймовский журнал из чужаков, так сказать, никто не попадал. Там печатались в основном сами сотрудники журнала и приверженцы Дюргеймовской социологии. Поэтому это редкий был довольно случай. Но впоследствии здесь и сказалось влияние Первой мировой войны и то, что они оказались… Их воззрение на ряд современных социальных проблем оказались различными. Это способствовало тому, что они прервали свои отношения. Здесь одни говорят, что прав был один, а другие говорят, что другой. В частности, Отхайн Рамштетт, которого я упомянул, подчеркивает, что Зиммель скорее его позиция была симпатичной в той ситуации, в какой они оказались. Другие считают иначе, но это отдельный разговор. Вот, собственно, всё о Зиммеле. Я сейчас, чтобы… Если у вас есть вопросы о Тёнисе или о Зиммеле, то, пожалуйста, задавайте. А если нет, у нас ещё есть время. Я тогда сейчас на десерт прочитаю такой этюд об очереди, который я когда-то написал. И здесь, с одной стороны, я постарался применить функционалистскую методологию, а с другой стороны, использовать метод иронии для анализа такого феномена, как очередь. Когда-то я опубликовал этот текст, уже давно было дело, в литературной газете на 16-й странице. Хотя, что смешно, я принёс её не на 16-ю страницу, а в серьёзный бытовой отдел. Но они перенесли его в 16-ю, отдали на 16-ю страницу, который, как вы знаете, там юмористический, сатирический. И это называлось там «Похвала очереди или о социальных функциях упорядоченного ожидания потребительских благ». И там я сделал такую типологию очередей и проанализировал их социальные функции. Причём я использовал метод иронии, ну всерьёз, так сказать. Потому что, ну, был такой, он и сейчас, я думаю, есть, он не такой старый, наверное. Янаш Корне, такой известный венгерский экономист, автор известной книги, переведённой в разных странах мира «Экономика дефицита», где он показал, что в социалистической экономике структурообразующий элемент, который – это дефицит, уберите дефицит, и это будет уже другая экономика, существуют три формы распределения. Это рынок, элементы рынка есть, в общем, и в социализме какие-то небольшие. Рационирование, от слова «рацион», то есть талоны, распределители для больших начальников, для маленьких, для простых людей, карточки и так далее. И очередь, третья форма, базовая форма распределения. Так вот, поэтому это серьёзное такое явление. Ну, вы – люди молодые, вы не стояли в очередях, столько, сколько стоял, наверное, я. Зарубежные коллеги меня не понимают. Один мой французский коллега, когда-то я в Париже с ним говорил, он говорит, ну, как же, у нас тоже есть очередь там. Ну, я даже не стал его разубеждать, потому что Дуа всё равно не поймёт. Это что, ну, Дуа есть и есть. Хорошо. Значит, лично я установил личный рекорд стояния в очереди. Это было 12 часов. И что самое забавное, это было совсем не за самым необходимым предметом. То есть, в детстве я стоял с родителями, там, за сахаром, маслом, там, с мамой, по полкило в одни руки, навали, значит, детей брали с собой в очередь, в определённый момент подходили там. Ну, так, каждый день это как на работу ходили, я помню, одно время, по 4-5 часов каждый день, потому что по полкило можно было создать запас. Некоторые, особенно когда там сезон, варенье там варили, или масло тоже там по одной пачке. Короче говоря, я простоял 12 часов в детском мире за ботинками и коньками для сына у маленького, которому тогда было 6 лет. Я встал в очередь в полдевятого утра, и в полдевятого вечера я купил эти ботинки с коньками. Такой странный, хотя, говорю, предмет был не самый необходимый, но очень уж хотелось и ему, и мне соответственно. Ну, потом я уже опубликовал полный текст, там это занимало почти всю страницу, там причём была такая карикатура сделана, но там я всё не смог поместить. И здесь я придумал, я отчасти пародирую стиль социологических сочинений наших, и придумал не существующих авторов, не существующих работ социологических, с которыми я полемизирую. И таким образом я ещё пародирую стиль наших социологических сочинений некоторых. И это в сборнике, в этом человеческом измерении я опубликовал под названием «Очередь как институт». Социологический этюд. Эпиграф. Причём эпиграф я не придумывал, а редактор подумал, что эпиграф я придумал сам тоже, но это реально работает в знаменитой книге Томаса Корлея «Французская революция». Эпиграф. Если мы обратимся теперь к Парижу, то нам бросится в глаза следующее. Около булочных стоят очереди, или хвосты, длинные ряды покупателей, выстроившихся хвостом, так что передовой получает первым, если только лавка откроется. Это ожидание о хвосте, которого не замечалось с первых чисел июля, в августе возобновляется. Со временем мы увидим, что практика усовершенствует его почти до степени искусства. И искусство, или квази-искусство стояния о хвосте, становится одной из характерных черт Парижана, отличающей их от всех остальных народов. Томас Корлея «Французская революция», часть 1, книга 6, глава 4. Предварительные замечания. Очереди, как правило, вызывают недовольство тех, кто в них стоит. Это в 88-м году, опубликовано впервые здесь в 90-м. В 89-м. Очереди, как правило, вызывают недовольство тех, кто в них стоит. В последнее время это недовольство выплеснулось и на странице печати. Мне кажется, что оно вызвано не научным подходом к очереди, непониманием той важной позитивной роли, которую она играет в жизни человека и общества. Конечно, стоять в очереди бывает нелегко, но ругать ее так же нелепо, как за жару осуждать солнце, посылающее свои благотворные лучи на нашу землю. Лично я, когда вижу, что очереди нет и что можно прямо без помех подойти к прилавку или к стойке, чувствую себя неуверенно и тревожно. Я ощущаю, что здесь что-то не так, что здесь что-то не чисто. Опыт подсказывает мне, что отсутствие очереди чаще всего означает отсутствие товара или даже продавца. Думаю, и ваш опыт показывает вам то же самое. Кроме того, и качество товара, продаваемого без очереди, вызывает у меня сомнения. Очередь, на мой взгляд, одна из гарантий качества товара. Поэтому, если случается, что один и тот же товар продается в двух местах без очереди и в очереди, я выбираю последний вариант. Более того, из двух расположенных поблизости очередей я всегда выбираю большую, так как в меньшей очереди в обмен на моё сэкономленное время наверняка предложат что-нибудь похуже. При этом я настаиваю на том, что моё поведение в отношении очереди рационально, так как оно соответствует сложившейся в сфере потребления ситуации, когда наличие у очереди норма, а её отсутствие патология. Вопреки поверхностной и огульной критике очереди я постарался понять и проанализировать глубинные основания и социальные функции этого явления, рассмотреть его как социальный институт, то есть подойти к нему с позиции социологии. Сколько? Социология моя профессия. И тогда всё предстало в совершенно ином, чем обычно свете. Очередь предстала не только как нормальное явление, но даже как благо. То есть благо не только то, за чем мы стоим, но и сам процесс этого стояния. Итак, очередь в свете социологии. Начну с определения. Очередь представляет собой некое множество людей, в количественном отношении оно может быть любым, располагающихся последовательно друг за другом в пространстве и во времени, людей, находящихся в ожидании какого-либо блага, материального или духовного. Очередь – одна из основных форм распределения. Она сопровождает нас буквально от рождения до самой смерти. Перефразируя знаменитое латинское выражение, можно сказать «жизнь коротка, очередь вечно». Классификация очередей. Прежде чем обратиться к анализу социальных функций рассматриваемого явления, необходимо остановиться на проблеме классификации очередей. Проблема эта имеет фундаментальное значение, так как не существует очереди вообще, а всегда имеет место конкретные ее виды и разновидности. Очереди делятся прежде всего на живые и неживые. В живых индивиды телесно располагаются непосредственно друг за другом. В неживых тела индивидов рассеяны в пространстве, но мысленно каждый представляет себе, за кем он и кто за ним. Неживые очереди сопровождаются списками, в которых необходимо время от времени отмечаться, поэтому их можно также назвать списочными. Один из законов функционирования очередей состоит в том, что неживая очередь существует дольше живой. Между двумя названными видами очередей могут возникать конфликты, вызываемые различиями в интересах. Например, к многомесячной списочной очереди за детскими шубками в день поступления товара присоединяется вновь возникшая живая очередь, стремящаяся вытеснить первую. Между ними разворачивается противоборство, в котором каждая из сторон обвиняет другую в незаконности ее существования. Если классифицировать очереди по продолжительности их существования, то мы получим замечательное разнообразие видов, так как продолжительность очередей может измеряться минутами, годами, десятилетиями и так далее. Уместно различать очереди по пространственным признакам. Так существуют, например, очереди в помещении и очереди на улице. Необходимо различать очереди за тем, что в принципе есть, и за тем, чего в принципе нет, но что дают. Очереди делятся на одобряемые и осуждаемые. К первым, к одобряемым, относятся, например, очереди за хлебом, колбасой или колготками. К последним, очереди за винноводочными и пивными изделиями и за сдачей тары после их потребления. Сдающим винноводочную тару обычно относят и любители минеральной воды и зеленого горошка из стеклянных банок. Кстати, здесь напрашивается еще одно деление очередей на желающих что-то взять или купить и желающих что-то сдать или продать в пункте приема стеклотары, комиссионном магазине и так далее. Иногда обе эти разновидности буквально соседствуют друг с другом, например, в том же комиссионном магазине. В других случаях очередь за тем, чтобы сдать в скобках, продать какой-либо товар, сочетается с очередью за тем, чтобы взять в скобках купить тот же самый товар. Например, в разгар плодоовощного сезона очередь желающих сдать яблоки в пунктах приема предполагает, соответственно, очередь желающих купить эти же яблоки где-нибудь в соседнем областном центре. Существуют очереди за определенным товаром и очереди в отдел, магазин и тому подобное за любым имеющимся товаром. Встречаются очереди за тем, чтобы войти и за тем, чтобы выйти. Впереди любой солидной очереди нередко выстраивается еще одна или две. Процесс формирования таких очередей подобен прививкам в растениеводстве, когда одни растения, в скобках, привои, пересаживаются на другие, подвои, в результате чего они срастаются, образуя единый организм. Подобный вегетативный метод размножения очередей пользуется большой популярностью среди населения и различных ведомств. Привитые очереди бывают двух видов – без очереди и вне очереди. Очередь без очереди формируется из нарушителей, не имеющих права на то, чтобы не стоять в очереди подвои. Очередь вне очереди образуется из тех, кто имеет право не стоять в очереди подвои. То есть ветераны, инвалиды и так далее. Все эти виды, составляя единый комплекс, в то же время взаимодействуют между собой весьма непростым образом. Необходимо различать в очереди тихие, в скобках, медитативные, шумные, в скобках, экспрессивные и разъеленные, в скобках, аффективные, а также организованные, в скобках, иногда с помощью правоохранительных органов и неорганизованные. Мы предложили здесь лишь набросок подхода, или точнее подход к наброску по проблеме. В целом же проблема классификации очередей еще ждет своего Линнея. Сноска. Линней Карл, 1707-1778, выдающийся шведский ученый, создавший развернутые классификации растений, животных, почв, минералов, человеческих рас и болезней. Социальные функции очереди. Необходимо признать, что не все... А, извините, здесь еще. Вопрос о социальных функциях очереди имеет особое значение для науки и практики. Ведь осознав, в чем состоят эти функции, мы поймем, почему и зачем существуют очереди, а также что с ними делать. Социальные функции очереди. Необходимо признать, что не все исследователи, к сожалению, придерживаются такого подхода. Так, например, социолог, в кавычках, О.Ч. Редин, О.Ч. инициалы, Редин, фамилия, в своей небезызвестной монографии, в кавычках, силится доказать, что очередь якобы не функциональна, а дисфункциональна, что она будто бы оказывает отрицательное воздействие на социально-экономическую структуру. Здесь сноска очереден к вопросу о путях перехода от диктатуры производителя к диктатуре потребителя. Новогибридск, кооперативное издательство «Общественное благо», 1985 год. Подобную, хотя и слегка закамуфлированную позицию, отстаивают Дагматюк и Кауфман в своем печально известном эссе. Здесь сноска «Дагматюк», «Кауфман», «Современный потребитель», двоеточие, «Мученик» или «Мучитель», спросить не знал. «Старозеландск», «Индивидуальное издательство «Все про все», 1987 год. С такой позицией никак нельзя согласиться. Она не выдерживает никакой критики, в частности такой. Не может явление существовать долго и повсюду, и при этом не служить кому-то и чему-то. Стало быть, требуется выяснить, что очередь делает в обществе хорошего. Ведь раз она существует столь основательно, значит она зачем-то нужна. Каковы же ее социальные функции? Казалось бы, основная функция очереди состоит в том, чтобы человек взял или сдал нечто в свое время и в своем месте после другого аналогичного человека и перед другим аналогичным человеком. Но это лишь явная, лежащая на поверхности и далеко не главная функция. Главные же функции носят неявный или, как говорят у нас в науке, латентный характер. Обратимся к анализу некоторых из них. Первое. Функция сдерживания потребления. Это базовая функция. Она адаптирует поведение потребителя к наличным товарам и услугам, к существующим способам их производства и распределениям. Вы хотите купить сыру, но видя большую очередь за ним, проходите мимо, причем нередко это приносит пользу и вам, и обществу. Воздерживаясь от покупки товара, покупатель, то есть не покупатель, тем самым сохраняет его в продаже и этим приносит пользу другим людям. Если бы не очереди, люди потребляли бы гораздо больше и таким образом, чрезмерно увлекаясь, впадали бы в потребительство. К тому же воздержание от потребления, к примеру, того же сыра, бывает полезно с медицинской точки зрения. Но сам человек не находит в себе достаточной силы воли для воздержания. Очередь помогает ему в этом. Особенно важна эта функция очереди для сдерживания потребления заведомо вредных продуктов, в частности ядов. Водки, вина, пиво, лосьонок, дихлофоса, макияка и тому подобное. В то время шла борьба с алкоголизмом и пьянством, и поэтому яд был везде. Вторая функция рекламы. Известно, что реклама – двигатель торговли. А кто двигатель рекламы? Я утверждаю, что очередь в наших условиях – самая эффективная реклама. Нет более эффективного средства разрекламировать товар, чем организовать за ним очередь из энергичных и шумных покупателей в самом начале торговли. Дальше очередь будет сама воспроизводиться и развиваться по своим собственным законам. Правда, неискушенному читателю может показаться, что функция рекламы противоречит вышеназванной функции сдерживания потребления. Подобное предположение было бы чрезвычайно далеко от истины. Очередь сдерживает потребление товара, но не отпугивает от него, а наоборот притягивает к нему. Товар, за которым стоит очередь, обладает невыразимым очарованием и для тех, кто стоит за ним, и для тех, кто проходит мимо. Стало быть, можно сформулировать такой закон. Чем больше очередь за товаром и чем медленнее она движется, тем выше его общественная ценность. Существование этого закона убедительно подтверждается ростом покупательских аппетитов по мере стояния в очереди. Отсюда короларий дополнения к сформулированному закону. Чем дольше стоит человек в очереди, тем больше он хочет купить. Например, покупатель, вставший в очередь с намерением купить полкилограмма сосисок, через час хочет купить полтора килограмма, через два часа три килограмма и так далее. Придя в магазин за телевизором определенной марки и отстояв в списочной очереди денное количество недель или месяцев, человек испытывает непреодолимое желание купить два телевизора, затем три и так далее. Только на первый взгляд, притом близорукий, может показаться, что очередь не сдерживает, а стимулирует потребление. Именно такой взгляд на проблему исповедует и проповедует профессор Демагогия. Здесь ссылка. Демагогия. Мод, жмот и человек разумный. Двоеточие. Проблеме воспитания разумных потребностей у Homo sapiens, ежегодник западно-сибирского отделения Союза охраны потребителей, 1986-й, тонн 30-й, страницы Токита. Правда, в результате статистика социологического анализа он обнаруживает ряд интересных и неизвестных ранее зависимостей и приходит к некоторым весьма важным выводам. В частности, не лишен интереса парадоксальный вывод профессора, согласно которому количество покупательских намерений значительно превышает количество покупателей. А количество покупателей, в свою очередь, превосходит количество товаров и услуг. Этот факт поможет нам всем пролить свет на старую и до сих пор нерешенную проблему. Нас много или товаров мало. Профессор Демагогия, однако, заблуждается, отрицая, что очередь сдерживает объем потребляемых благ. Количество товаров, которые приобрели бы проходящие мимо очереди в случае ее отсутствия, значительно превысило бы то количество, которое приобретают в конце долгого стояния очереднейших в кавычках. Во-первых, проходящих мимо больше. Во-вторых, вследствие меньшей усталости они способны больше унести. Этот вывод подтверждается данными, полученными нами в результате выборочного обследования, проведенного в пяти регионах страны. Двум группам, отстоявшим в очереди и проходящим мимо, был задан вопрос. Сколько товаров вы бы приобрели, если бы они отпускались без ограничений? Если подавляющее большинство второй группы, то есть проходящих мимо, 96%, предпочло вариант ответа «столько, сколько бы унес», то первая группа, то есть отстоявших в очереди почти целиком 98%, предпочла другой ответ «столько, сколько бы дали», что говорит об ее усталости и неверии в возможность унести достаточно много. Поскольку очередь, как было указано, повышает общественную ценность товара, поскольку на него с полным основанием можно повышать цену, в результате чего она станет экономически обоснованной. Впрочем, не дожидаясь открытия нашего закона, Госкомцентр, тогда еще существовал комикет по ценам, государственные предприятия, кооперативы, индивидуалы уже успешно применяют эту рекомендацию. А так как очереди – феномен повсеместный, то цены можно повышать практически на все товары. Понятно, что престиж того, кто дает, в скобках отпускает, или берет, в скобках принимает, нечто, резко возрастает в том случае, если к нему стоит очередь. Посмотрите, с каким подобострастием смотрит на продавца человек, стоящий в длинной очереди, и как надменно держится покупатель, который в очереди не отстоял, вследствие ее отсутствия, если, конечно, вам удастся увидеть такого. С другой стороны, призываем вас восхититься гордым видом человека, к которому стоит большая очередь. Он понимает, что выполняет важную общественную функцию, что он нужен людям, а не они ему. Благодаря очереди, общественная ценность такого человека велика, поэтому он, в свою очередь, ценит очередь. Третье. Дисциплинарная функция. Нет лучшего средства воспитать дисциплинированного члена общества, чем основательно поддержать его в очереди. Помаявшись в ней несколько часов, даже самый строптивый, напряженный и суетливый, становится терпеливым, расслабленным и покорным. Не случайно нарушителей, рвущихся пролезь без очереди, обычно характеризуют, как деловых, деловой какой нашелся. В самом деле, деловитость в очереди, как рукой снимать. Четвертое. Функция коммуникации, общения и формирования социальной сплоченности. Где, как ни в очередях, можно пообщаться, обменяться свежими новостями и выдержанными слухами. Солдат спит, служба идет. Покупатель стоит, очередь идет. Время и место стояния в очереди бесценны не только для чтения, но и для завязывания знакомств. Очередь пробуждает и стимулирует групповую сплоченность. Вызывает у стоящих в ней чувство принадлежности к единому целому и к целому единому. В очереди возникает ощущение «мы», противостоящее, с одной стороны, эгоистическому «я», в скобках «эго», с другой стороны, чуждому «нам они». Тезис «все люди-братья» в очереди не находит подтверждения. Но положение о том, что часть людей-братья, безусловно, может считаться доказанным благодаря наличию очередей. Пятое. Функция социально-психологической разрядки. Недооценка этой функции – опасное заблуждение, в плену которого, к сожалению, до сих пор пребывают даже серьезные исследователи. В очереди происходит очень полезная с социологической и социально-психологической точек зрения эмоциональная разрядка. Негативные эмоции разряжаются и вымещаются на самых различных категориях, в зависимости от социального состава очереди и других обстоятельств. Вот типичные примеры высказываний, выражающих эту функцию. «Надоели эти приезжие», «Ехали бы к себе или к ним, в зависимости от ситуации», «Мы кормим этих дармоедов» и тому подобное. Существенное значение имеет вопрос о фазах жизненного цикла в очереди. Наиболее напряженные фазы – первоначальная фаза, когда очередь только формируется, и каждый надеется занять лидирующие позиции. И завершающая фаза, когда очередь грозит прекратить свое существование вследствие того, что товар кончается. В этом случае характерные призывы ограничить объем отпускаемого товара, давать по два в скобках килограмма, по пятьсот в скобках граммов, по одному в скобках холодильнику. Подводя итог к проведенному краткому анализу, хочу выразить надежду, что подлинно научные исследования очереди будут продолжаться, а антинаучные идеи, основанные на огульном охаивании этого важного и нужного социального явления, исчезнут раз и навсегда. Ведь если бы не было очереди, то образовался бы жуткий вакуум, который мог бы быть заполнен антиобщественным содержанием. Пока же она есть, мы можем быть спокойны и смело смотреть в будущее. Так как твердо знаем, во вне рабочее время население занято, причем не забиванием козла, не потреблением разлагающей массовой культуры, или чем похуже. Оно занято общественно полезным делом. Заключительное замечание. Читатель, вероятно, уже догадался, что сформулированные выше идеи родились отнюдь не в тиши кабинета, а, как говорится, в гуще жизни, то есть в очереди. Из-за отсутствия места выше и его наличия как раз здесь, я не отметил еще одну важную функцию очереди. Она способствует развитию и углублению социологических знаний. Ведь если бы не очереди, то и высказанные в настоящем этюде мысли об очереди не могли бы появиться на свет. И за это мы оба, и автор, и читатель, должны быть ей благодарны. Я должен сказать, что только недавно вышла работа, книжка Владимира Николаева об очереди. Она сейчас, по-моему, продается. Он не читал этот текст. После этого я ему дал этот этюд, и он познакомился с этим. И в Швейцарии там есть один исследователь, который опубликовал в социологическом журнале французском этюд об очередях. И потом он книгу о наблюдении выпустил, и он там цитирует этот этюд. Но я должен сказать, что в еженедельнике «Семья» одна журналистка жутко раскритиковала этот текст. Потому что его, и так она разнесла его, что вот до чего эти социологи, значит, дошли. Мы маемся, значит, в этих очередях. А они призывают, значит, вроде как развивать и расширять этот институт. И я написал ответ в литературке тоже, но они не печатают представления. Ну вот, на этом мы можем, значит, закончить. И до следующей среды. Счастливо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо за внимание.